Сначала я хотела рассказать о том, как я этот себе курс представляю. В общем и целом я сговорила о том, что я буду стараться говорить о каких-то подходах, и каких-то инструментах, а потом ровно этим лобзиком попытаюсь вам напилить, продемонстрировать, как это может работать на том или ином примере. Наверное, одна из моих внутренних задач связана с тем, что область символического, с которой работает огромное количество людей в самых разных специальностях и профессиях и так далее, область символического легко поддается досуже и субъективной интерпретации. То есть гораздо легче изучать культуру бумба-юмба или какую-то далекую культуру, потому что тебе сразу понятно, что ты не понимаешь, что происходит. Следовательно, твои процедуры предполагают, что ты не понимаешь, и ты будешь выстраивать своё поведение, чтобы понять, что это такое люди делают. Или говорят, или едят друг друга, например. Но если ты находишься внутри своего пузыря, то ты ничего не видишь. Ты вклеен в картинку, и тебе от неё не отодраться. Хотя иногда очень хочется, совершенно точно хочется занять вот эту самую позицию, а тебе её не занять, потому что ты немедленно вылетаешь в другую картинку, и тоже в схлопнутом состоянии. Будешь либо... Пока ещё подождём с примерами. Будешь вибрировать то так, то эдак. Вообще вся эта история с исследованием современной культуры, в моём случае, произошла при следующих обстоятельствах. Я в очень далёком, в каком-то 89-м году дописывала свою кандидатскую диссертацию, которая была посвящена волшебной сказке. И там всё хорошо, потому что вот тексты, вот ты их анализируешь, вот ты их сравниваешь. Все механизмы работают ровно до того момента, пока ты не задаёшься вопросом, что текст-то на самом-то деле это фотокарточка, то есть на самом деле событие это было, когда кто-то кому-то это рассказывал, и там что-то происходило, как-то разворачивалось. И что смысл возникал, что тот смысл, который я усматриваю в тексте, никак не равен тому смыслу, который был произведён рассказчиком в своей аудитории. Я вижу слепок, и у меня есть пара-тройка инструментов, и я пытаюсь дешифровать картинку. И стало понятно, что что-то тут не то. Тогда, на том этапе, мне потребовались другие инструменты для того, чтобы анализировать другие жанры, и я писала про причитание, заговор и частушку. Но как бы развернув эту, переперегла эту телегу, и она поехала перпендикулярно обычному движению. То есть задача моя была посмотреть, а что происходит, когда кто-то вопит частушку, или когда кто-то оплакивает, а вокруг все собрались, или когда, что я там сказала, частушка, заговор, и когда заговаривают. В общем, результаты были разные, всё это было написано. Но в какой-то момент мне стало интересно, а как могут работать вот эти инструменты на той культуре, в которой я принадлежу. Потому как, что бы мы ни читали в то время, в 80-е годы, про русскую традиционную культуру, она была отгорожена каменной стеной от нас. Ну то есть испокон веков, и вот мы можем туда обратиться, и что-нибудь там посмотреть для себя, и так далее. Но у нас как бы было перерезано чувствилище. Хотя на самом деле плюём через левое плечо, стучим, вот всё это проделываем, но как бы не видим самих себя в этом. И, соответственно, где-то там, я не знаю, с конца 90-х потихонечку стали возникать какие-то объекты, которые можно было рассматривать, объекты нашей культуры, которые можно было бы рассматривать при помощи того инструментария, который был извлечён из другой аналитической практики. Это я так витиевато всё это рассказываю для того, чтобы доползти до главного вопроса, который меня интересует, и я попытаюсь с вами его обсуждать, а каким образом мы можем интерпретировать наблюдаемое, если мы являемся частью этой конструкции. то есть в голове своей мы всё время наблюдаем. Мы такие бестелесные субъекты, наблюдающие объекты. Но на самом-то деле, что говорить, это не так. Мы в этой реальности торчим всеми частями организма, утверждая, что не торчим. Я имею в виду разделённость и тяжёлое наследие позитивизма, так я выражусь, тяжёлое обременение позитивизма в гуманитарных науках. Мы, конечно, можем посчитать, хоть суициды посчитать, хоть из-за детей посчитать, которых баюкают, которых не баюкают. Мы это можем сделать, но это совершенно не избавляет нас от того, что мы принадлежим этой культуре и сами совершаем такого рода выборы. И в своё время Виктор Тернер, когда они отправились в одно такое маленькое место, то есть в народность НДМ в Африке, он отправился со своей женой, и поводом для пребывания, они социальные антропологи, но поводом для пребывания у НДМ было то, что они врачи. То есть они помогали, кого-то перевязывали, в общем, на этих основаниях в этой народности и были. Но при этом довольно часто вся народность, все эти люди уходили куда-то за деревню, а они оставались в деревне и только слышали барабаны. Слышали барабаны, как там что-то происходит, но они не были встроены в это. И он в какой-то момент замечает, что все эти умозрительные подходы к тому, что они наблюдают, они считали родство, система родства, система наследования, фратрии, а так, как положено антропологам, все это проделывали, но он точно не понимал, о чем бьют те барабаны, которых он слышит. И тогда выводом было то, что нужно каким-то образом подбираться к чувствам, потому что самое главное, что происходит в ритуалах, в ритуалах происходит проживание неких чувств, разделение неких ценностей, которые завязаны исключительно на эти переживания, и они с трудом вычленяются в какие-то внятные высказывания. И, соответственно, попытка разобраться в том, какие ценности, какие чувства и что скрывается за барабанами нашего с вами племени, оно и есть цель направления нашего движения. Почему я вытащила вот эту картинку? Это Либерия, некая африканская страна, в которой воюет уже лет 25, внутри находится в состоянии бесконечных гражданских так называемых войн, хотя там трудно понять, кто с кем воюет, но суть в том, что мы... Я не думаю, что вы что-нибудь знаете про Либерию. Я тоже про Либерию ничего не знала до сегодняшнего утра, но всё утро посвятила Либерии. Объяснюсь, я объяснюсь, почему я посвятила утро Либерии. В ту бытность, когда я писала про сказку, и когда, соответственно, для меня было очень важно... Да, а первоначально моя диссертация называлась «Логика волшебной сказки». Вот разобраться, что с чем такое логика, что такое мифологическое, не мифологическое мышление, прологическое, вот это всё, я думаю, что вы тоже с этим мифологическим мышлением навозились. И чего там только не написано, и Левебрюли, и Левестросов, и Бриколажи, и всё такое. И я думала, а как бы мне так, размышляя не про сегодняшнюю лекцию, а про следующую, как бы мне с этим мифическим и мифологическим удобненько разобраться. Для этого села я читать прекрасную книжку Александра Романовича Лури об историческом развитии познавательных процессов. Книжка удивительная, потому что во многих отношениях, то есть я её прочитала тогда, когда про сказку писала, то есть в 80-е годы. Вышла она в 74-м году. В чём там, ну в чём фокус? То есть он, и то непонятно, как она вышла-то вообще, ну то есть если вы там почитаете вступительную статью, то там столько всякого, ну в общем, почитайте. Он описывает в ней те эксперименты, которые проводили группа психологов из Москвы, организованная под идеями Выгодского в Узбекистане. То есть ещё до того, когда сложился вот этот советский способ думания в области психологии и, соответственно, теории познания, оно ещё не встало, вот этой мёртвой сталинско-ленинской хваткой, такое пластичное. Они ещё тогда вполне себе сотрудничают с Берлинским психологическим, по-моему, институтом, где Курт Левин работает. Вот ещё всё очень живое. И они отправляются... Это у меня такое долгое введение. Но я решила, что самое главное, что я не буду торопиться. Вот куда меня несёт, я туда буду нестись. Ладно, можно я буду так гулять? Ну мы пригуляем куда нам нужно, несомненно, но тем не менее... Мне же нужно как-то объяснить с Либерией, как из Лури в Либерию мы переместились. Значит, читаю я вот эту вводную статью прекрасную, где он как раз обсуждает, как появляются концепции развития познания в психологии конца XIX-начала XX века, называя все прекрасные имена, которые, в общем, значимы и действительно. Книжка 1974 года, материалы, которые... Не материалы, да, а как раз эксперименты, которые он описывает, проводились в отдалённых кишлаках Узбекистана, но как пишет Лурия вполне можно было бы проводить и в северно-русских деревнях, и в Наганасан. Их идея была в том, что познавательные процессы имеют общественный характер, и что, соответственно, те социальные структуры энтеризируются и становятся ментальными структурами. Но если опять-таки на пальцах это всё пересказывать, это, в частности, например, подробно Выгодский описывал в его классической работе мышление и речь. Что сначала мы, не знаю, разыгрываем что-то по ролям, потом это становится моей когнитивной схемой, посредством которой я двигаюсь. И вот это конструирование внутреннего является постоянной интериализацией, экстериализацией, и вот так вот рецепрокным способом это развивается. В принципе, эту концепцию Выгодского никто, собственно, не опроверг, и она благополучно используется в современных когнитивных исследованиях. Они проверяли эту концепцию, потому что ещё одно положение Выгодского состояло в том, что есть мышление наглядно-практическое, которое основано на комплексах, а есть вербально-логическое, которое основано на понятиях, и которое у современного человека, осваивается временный человек, его где-то приблизительно к окончанию школы. Опять-таки, это 30-е годы, такая была идея. Это идея. И они решают эту идею проверить, выделяя четыре группы, или пять, по-моему, там было, сколько-то групп вот этих самых местных жителей. Самая непродвинутая группа – это женщины-ичкари, это те, которые сидят дома, откуда ковры, и в социум как бы не вовлечены. Следующая группа – это мужчины-дихкани, которые вовлечены в обменные процессы, покупают-продают, немножко грамотные, ну, вот такие вот. Следующая группа – комсомольцы-активисты, победители Баев, и ещё одна группа – это учительницы младшей школы, то есть те, которые окончили типа техникум. И дальше у них были разные эксперименты. Один из экспериментов, который я очень люблю пересказывать, это про то, что им давались цветные моточки ниток, они должны были разложить моточки на кучки. И те, которые, ну, дихкани как-то так-сяк справлялись, а те, которые училки, прекрасно раскладывали на категориальные цвета – к синий к синему, красный к красному и так далее. А эти прекрасные женщины говорили, так не подходит же, так не подходит, так нельзя. И тут могут быть разные комбинации. И название цветов у них было там в 7 раз больше, естественно, потому что там был цвет гнилых зубов, протухшего хлопка, помёта свиньи, помёта и так далее. То есть это были не категориальные цвета, определения, а относительные. С точки зрения экспериментаторов это было нехорошо, потому что отсутствовал у них категориальный аппарат. Ну, дальше можно туда ходить, потому что это всё описано, это очень интересно. В том числе, в этой вводной статье Лурия ссылается на Майкла Коула. И тут я вздрагиваю, потому что я помню, что я читала такую книжку. Я читала книжку, которая вышла, видимо, в 80-е годы, Майкл Коул и Сильвия, по-моему, Скрипнер, «Культура и мышление». Она для меня тогда была важна, потому что она полностью уходила от идеи развития, связанная с этносом. Ну, то есть нет этого. То есть они показывали, что способ мышления и категории, которыми человек пользуется, связаны с типом практики. Если у тебя практика аграрная, то, скорее всего, ты будешь пользоваться определенными категориями, и это будет то, что они назвали наглядно практическое. Потому что таким образом это собирается. Или то, что Левистрос назвал бриколажем. И тут я думаю, надо же мне снова как-то вспомнить, и это я тоже вам расскажу всю эту книжку. Начинаю искать, нахожу эту книжку и понимаю, что нахожу более поздние работы Коула. И выясняется, что они вот эту методику, которую наши разработали в Узбекистане, взяли и в Либерию уже переместились. И все то же самое проделывали в Либерии в конце 60-х, 70-х годов и дальше. Соответственно, их аналитика была построена в Африке. И суть сравнения была в том числе и антироссийская. Они показывали, что те, которые, ровно те же самые либерийцы, которые родились в Америке, делают все то же, что американцы. То есть с этносом это никак не связано. Это связано с характером образования и типом практики. И все. Таков был вывод. Для Америки весьма актуальный, разумеется. Но я увлеклась Либерией. И выяснилось следующее. Я нахожу статью 2012 года, которая называется военные конфликты и религиозные ритуалы. Которая описывает войны, происходящие на территории Либерии приблизительно тогда. То есть они уехали оттуда, и там начались войны. Но это не то, чтобы они виноваты. Но там начались войны. И войны начались тогда, насколько я понимаю, тогда, когда закончилось... Ну, как бы они стали условно свободными. То есть они перестали быть в колонии, и дальше начинается борьба за власть, ужасающая, с поеданием своих врагов, с каннибализмом, с отрубанием частей тела и ношением этих частей на самих себе. Корреспонденты, которые описывают, они описывают какой-то полный кошмарный ужас, наблюдая, например, вот эта воинствующая группа, главарь которой одет в свадебное платье. Обратите внимание. Они красят ногти ярко-красным цветом перед тем, как вступить в бой. Одевают женские парики, воины. Некоторые группы перед тем, как начать воевать, полностью разоблачаются и выходят вооруженные, но голые. И вот это все снимает Вашингтон пост, что-то дичь какая-то там происходит. А дальше статья, она специалист по Либерии, статья посвящена тому, что наблюдающие не в курсе того, что они такое делают. И что это в отношении их практик весьма рационально, потому что это связано с системой тайных союзов и посвятительных практик, которые осуществляются через определенные символы. Соответственно, мужчина, одетый в женское, он не человек. И он тем самым оказывается в некой сумеречной зоне, неразличимом для врага. Ну и так далее. То есть там можно увязнуть в этих объектах. Но почему я хотела с этого странного примера начать? Потому что у нас нет доступа к интерпретации, если мы только вообще не знаем, как-то всё устроено. А когда мы... Ну и чем... Ну если тут дичь-дичь, и тогда ты понимаешь, что у тебя языка не для описания, тогда тебе нужно включиться и подумать, изучить и так далее. Ясно? Очень далеко. Но если это близко к нам находится, то мы не видим символических оснований для тех или иных странных проявлений. Ну потому что мы как бы сразу... Мы немедленно их интерпретируем. У нас нет остановки. Да, вот я такой пример приводила. Вот мы можем посмотреть в окно. Там идёт кошка. Что делает кошка? Кошка идёт гулять. Почему мы думаем, что она пошлёт гулять? У нас откуда знание? Она доложила это и так далее. У нас всегда немедленно встроенная интерпретация. Она очень близкая. Родина-мать, и мы уже справились. Мы уже знаем, что за ней стоит, хотя на самом деле надо разбираться. С Родиной-матерью нужно разбираться пристально. Как мы все понимаем. Итак, сначала начнём с простых определений для того, чтобы каким-то образом разобраться с этими самыми символическими практиками. Первая тема, которая обозначена сегодня – символические практики и семиотические системы и концепции знаков. Что касается символических практик. Когда мы говорим ритуал, тогда мы точно понимаем, что перед нами некая форма, по поводу которой все знают, что это и есть ритуал. Символическая практика – непонятная вещь. Но, например, утреннее приветствие сожителя или сожительницы в квартире твоей является, несомненно, символическим актом. В нём нет ничего практического. Там есть только нечто, что мы совершаем для того, чтобы всё было как обычно. И, соответственно, наши действия какие-то могут объясняться практическим способом, но на самом деле они символически нагружены. То есть нам всегда нужно как-то понять, что перед нами. Ну, приведу пример. Еду из города Красноярска в аэропорт. Меня везёт мужчина, который должен меня везти, потому что это конференция. Но он решает меня везти чуть ли не за 5 часов до того, как улетает мой самолёт, потому что он едет на рыбалку. В принципе, я, конечно, фарапирована. А это типа 7 утра. Я вижу, что он полностью экипирован, весь трепещет, у него рыбалка там вообще. Сейчас вот эту тётку быстро сдать, и у него всё начнётся. Я как-то пытаюсь, обиженная, я пытаюсь как-то с ним разговаривать, говоря, что это вы на эту рыбалку-то вот прям в воскресенье, там, отец троих детей, говорит, прям вот, потому что я семью кормлю. Я говорю, рыбой, что ли, этой? Он говорит, ну, нет, конечно-то. Ну, и дальше, то есть, мы почти уже в зоне конфликта. Уже, я не знаю, довезёт меня до аэропорта он или нет, потому что он категорически отрицает своё удовольствие, да, и всё то, что скрывается за этим действием, назовём это символическое, настаивая на кормлении семьи. И ясно, что если я пойду дальше, то, ну, понятно, да, то есть не надо туда больше ходить. Я останавливаюсь навсегда с тех пор. То есть я мечтаю о отдельном исследовании, которое будет называться «Мужчины и рыбы». Я вынашиваю его. Может быть, мы к этой истории придём, потому что это завораживающая картина, я её снимаю всегда, вот этих вот одиноких путников, исчезающих в белизне этого самого нашего залива, да, по утрам. И ясно, что их влечёт что-то такое, что, несомненно, мифы, ценности, там всё есть, да, но ещё никто не знает, что там. Надо узнать. Глядишь, нам всем полегчает, может быть. Все пойдём? Ну, да, мы, может быть, ещё не использовали что-то очень важное в смысле проживания жизни. Итак, да, то есть символическая практика, понятие более широкое, чем ритуал, но на самом деле располагающееся в том же самом поле. Понятно, да? Чаще всего мы её можем различать, это все замки, повешенные на мостах по случаю брака, это все куклы, привязанные к машинам, которые вроде на поверхности лежат, но что-то такое там... Это же когда-то началось, а потом когда-то закончилось. И тут я вспомню и напомню вам чудесную работу, ещё одну, которая очень мне лично помогла. Это работы... Господи, я тут же забыла. Фольклоро-психоанализ Алана Дандеса. Алана Дандеса, спасибо. У него в одной из его работ... То есть он фольклорист-фольклорист, но в какой-то момент он начинает увлекаться и читать психологическую литературу. На русском языке книжка Фольклоро-психоанализ, переведённая нашими московскими коллегами, благополучно вышла, и очень увлекательное чтение. Он предлагал смотреть на символические практики как на симптомы, которые обнаруживают некие коллективные чувства, которые не могут иным способом сделаться заметными, кроме как некое символическое действие. То есть может быть символическая практика, выстроенная институционально. Вот, например, сидели люди и разрабатывали ритуалы для советского человека. Это был государственный заказ в институтах этнографии, разрабатывали праздник берёзка, золотая осень для пенсионеров и так далее. И, собственно, свадебный ритуал в том виде, в котором он практикуется до сегодняшнего дня, он был разработан конкретной группой учёных и дальше апробирован для деревни, для города. Вот это институциональная разработка. Но другой вариант, это когда люди, сгруппировавшись, спонтанным образом прибегают к какому-то действию символическому, потому что с ними что-то происходит, и у них нет другого языка, чтобы это артикулировать. Я могу в данном случае привести такой пример, который вам тоже хорошо знаком. помните, когда в 1917 году, когда упал самолёт на Тинайм, и когда был создан спонтанным образом создан такой памятник в виде цветов, цветов свечей и детских игрушек, которые разместились вокруг Александрийского столпа. Партия правительства не очень знала, что с этим делать, но тем не менее, пока чувства были, пока это переживание было, это пространство удерживалось таким образом, и разобрали это, кажется, на 40-й день. То есть странным образом связав традиционное переживание, связанное с переходом и вот этот объект. То есть может быть спонтанная практика, которая вдруг выпучивается таким образом, причём, что касается, в отличие от практик, выстроенных сверху и заложенных через какие-то идеологические предписания, спонтанные, если мы на них внимательно посмотрим, они практически всегда касаются локальных сообществ. То есть они не размазаны прямо по всем. Чаще всего это артикуляция какой-то группы. То есть это было в Питере, потому что это самолёт с питерскими людьми. Можно было выразить соболезнование, будучи не питерцем, но тем не менее, тут проявилась группа. И то, на что мы можем смотреть, когда вдруг происходит такого рода действо, а какие группы очерчиваются тем самым. Что означает, что мы выясняем, что у нас и есть такая группа под названием питерцы. Она есть. То есть есть такая форма идентичности. Итак, вернёмся к определениям. Итак, ритуал – это набор символических действий, как правило, полагающих определённую ценность. Его исполнение предписано религией или традициями общества. Это весьма общее определение и весьма понятное, но самое это непонятное, что тут скрывается, это про ценность. Вот у нас есть Новый год. Вот мы едим апельсин, салат Оливье, соответственно, Дед Мороз, все-таки бой курантов и так далее. Вот у нас есть такой набор. Какую ценность мы полагаем, проделывая всё это? Вряд ли ценность апельсина. Дальше к вам тут же придут из газеты и скажут, это же семейные ценности. Хорошо, какие семейные ценности посредством апельсина и салата Оливье мы чего делаем? Артикулируем. Вот скажите мне. Я думаю, что ценность стабильности, конечно, какой-то приемственности. По крайней мере, люди, с кем мы обсуждаем ритуалы, поскольку я психолог, они говорят о том, что это им много даёт, вот это ощущение повторяемости, это ощущение стабильности, связи с ритуалом. Прекрасно. Спасибо большое. Да, но, собственно говоря, чистка зубов нам тоже в этом стабильности помогает. То есть, здесь больше, то есть, здесь есть какая-то группа и так далее. Мы можем дальше анализировать, но, опять-таки, не лежит на поверхности. Зачем нам нужны именно эти атрибуты? Почему мы вот за апельсин, за мандарин, извините, что же я говорю такой, конечно же, мандарин, мандарин, а ещё желательно набор, который приносили родители, куда твёрдокопчёная колбаса, баночка чего там, шпрот и, может быть, красной икры и так далее. То есть, мы можем сюда всякого разного накрутить, но это явно не про какие-то ценности, но про какие-то странные. Короче говоря, вот как раз докопаться, увидеть ценности, которые подтверждаются через те ритуалы, которые мы практикуем, наша задача, прям задача, потому что вот иначе не поймём, где живём. Выходишь на улицу, где ты живёшь, что такое, красные флаги ходят, носят, уже не носили некоторыми, а теперь опять, ну и так далее. Ритуал может совершаться отдельными лицами, возвращаясь к тому, что это не обязательно коллективное действие. Это может быть индивидуальный ритуал. Так, одна из моих собеседниц, когда её расспрашивала о причитании, рассказывала о том, что она сама поминает в бане родителей своего первого мужа и самого мужа, потому что как она овдовела родителей своего второго мужа и своих родителей, и делает это она, готовя для них специально, она топит баню для покойников, туда вывешивает бельё, там в бане приглашает их мыться, а утром это всё разбирается и убирается до следующего года, до следующего умершего денёчка. Представьте себе цикл, то есть натаскать воду, натопить баню, всё это осуществить, причитать и так далее. Никого нет, кроме неё самой, которая это осуществляет. Это просто пример индивидуального ритуала. Отдельными лицами или группами через регулярные интервалы, ну то есть, например, в умершие деньки, то есть ежегодно. По специальным случаям, ну например, мы купили новую машину и устроили её обмывание. Я очень люблю этот пример, потому что очень интересно про это говорить, потому как, когда спрашиваешь, а кого приглашают обмывать дом, машину, приобретение, все говорят, друзей. Ну когда ты начинаешь собираться? Я говорю, а хорошо, а детей? Он говорит, нет, ну это не обязательно. Я говорю, а родители? Он говорит, ну это тоже не обязательно. Ну самые ближайшие могут не присутствовать. И тут выясняется, что обмывание происходит с завистниками. Ну туда тоже очень интересно заходить. То есть именно они тебе нужны, те, которые ага, скажут тебе, ну то есть это я очень-очень упрощаю. Это интересная тема, но пропустим. Итак, специальные случаи. Я специально предлагаю вам не очевидные специальные случаи, типа свадьбы, а какие-нибудь такие веселенькие. Или по особому решению индивидов и групп, ну например, в ритуалах бедствия, которые мы рассматривали и которые мы описывали, это может быть решение, например, построение обетного храма. Это решение группы. Это определение, которое я не раз всем показывала и которое мне очень нравится. Это определение, предложенное Питером Бергером и Томасом Лукманом, связано с тем, а зачем ритуалы есть. они пишут. Социальный порядок это человеческий продукт или точнее непрерывное человеческое производство. То есть социальный порядок не то, во что меня вставили, а то, что я делаю с утра до вечера и его обеспечиваю бесконечным количеством собственных маленьких или больших дел. Социальный порядок не является частью природы вещей и не возникает по законам природы. Все женщины такие-то, все мужчины такие-то, вот не такие они. И женщины, и мужчины непрерывно конструируются, непрерывно производятся в том или ином виде, качестве и особенности. А также могут конструироваться и не мужчины, и не женщины, а ежи и ужи. Они тоже производятся, они тоже встроены каким-то образом. Извините, хорошо, собаки и кошки. Может, не все держат ежи и ужи, но собака и кошек точно, и они являются частью социального порядка. И в своем генезисе, и в своем настоящем это человеческий продукт. Воспроизводя Димой символические практики, обуславливают удерживание некоего социального порядка. Как только они трещат, это означает, что порядок рухнул. Это означает, что мы живем в другом порядке, хотя продолжаем думать, что живем в том еще. Поэтому, как ни странно, наблюдение за рутиной оказывается на переднем краю перемен. То есть, мы все еще думаем, что девочки-снежинки, а мальчики-зайчики, а наш корабль уплыл очень далеко уже. Но по той причине, что мы были инициированы в зайчиков и снежинок, это лежит как первоначальная матрица. Мы прошиты все поголовно салатом-оливье, но и тяжелой зайчьей судьбой мужчин, которые стыдятся своего, как известно, детсадовского прошлого. В разных аудиториях проверяли. Есть те, которые, когда ты спрашиваешь, а что было, кем ты был в детском саду, все же помнят, кем мы были в детском саду на Новый год, это же травма. Все же помнят. Нет такого чего. Нет, есть те, которые не ходили в детский сад, и тогда, соответственно, у них нет этой истории. А если ходили, то, значит, 100% если ты как-то преуспел в жизни, то ты можешь быть лисой. Ну, правда, потому что у лисы был классный костюмчик. Костюмчики были пошиты где-то, и во всех детских садах они были одинаковые. Вот у лисы суперкостюм. На Снежинку, на Снегурочку шансов у тебя вообще не было, но если повезло, то лиса. Все остальные были статистками с Снежинками, да, а у мальчиков было не так. Статистами они были, когда им пришивали уши, да, а те, которые по какой-то причине, ну, то ли родители вовлеклись, то ли ещё что-то, да, наступал набор Буратино, там, кто только, Медведь, в общем, кто там только не был, но во взрослой аудитории, там, не знаю, сорокалетних и пятидесятилетних мужчин, когда спрашивают, а кем ты был в детском саду? Он говорит, никем не был. Это означает, что он был зайцем, да, потому что тот, который был Буратино, говорит, да я был Буратино, да, вообще, то есть я это помню, то есть эту страшную историю про зайца все забыли, но, да, прошивка имеется, да, она вылезает в тех или иных формах, но, в общем, в общем, это так. Так, и, соответственно, если мы пойдём по той привычной схеме описания типов ритуалов, если мы пойдём по привычной схеме, то мы для того, чтобы каким-то образом вот всё многообразие происходящего вокруг нас всяких странных дел, хоть бессмертных полков, хоть чего, вот это всё, да, символическое перепроизводство, которое вокруг булькает, можем разместить по некоторым коробочкам. Одна коробочка это календарные ритуалы и этикетные действия, назовём это так. Сюда доброе утро, мама, сюда повторяющиеся ежедневные действия или через какое-то время и так далее. И сюда же относятся ритуалы, которые мы воспроизводим из года в год. И то, собственно говоря, что они делают, лица и группы подтверждают определённый социальный порядок, возвращаясь к Новому году. то есть мы что-то такое подтверждаем. Вот ляжем спать в 11 часов перед Новым годом, не подтвердим. Вот возьмём, уснём в 11 и не будем слушать, что там скажут в 12. Представляете, как мир поменяется, какая синхронность там заложена. А тут и проскочим, и проснёмся третьего, наконец отдохнём. Итак, то есть он, социальный порядок в его ценностном аспекте, иерархическом аспекте и так далее производится вот этим повторением. И чем оно более синхронно, тем больше, ну понятно, если мы начнём шагать по мосту, то он упадёт. Понятно, что тут возникают огромные мощности. Это такие штуки, которые удерживают нас в советском так, извините, что я сразу к выводам перехожу. То есть мы-то думаем, что мы то думаем и всё думаем, мы свои убеждения выражаем, но мы практикуем нечто. Мы нечто практикуем и воспроизводим паттерн, который был создан, сконструирован, принят, в следующем поколении уже не опровергнут, потому что невозможно же как можно поставить под сомнение, если тебя, например, взяли маленького, возвращаясь к нашим прекрасным примерам, с обелиском, и тебе 5, и тебя, например, меня, мама повела возлагать цветы, да, я возлагаю цветы, у меня нет сомнений, что это правильное действие, у меня слезы текут, у меня слезы текут, и, соответственно, сомнений нет, в чём, куда тебя посвятили, ты не знаешь, но что ты такое исполнил, да, и ты принимаешь вот эти вот конструкции, которые, ну, ты вырос, и дальше думаешь, а делать это или не делать, или, имея лояльность в отношении родителя, ты делаешь то же самое, ты просто воспроизводишь, да, на самом деле ты воспроизводишь всё, вот всю, всю конструкцию, ах, не будем о грустном, двигаемся дальше, календарные ритуалы, например, украшение ёлки, Аркангельская область Вожгора, 70-е годы, и мы увидим, что глубина вот этих картинок, она 1935-й, ещё не встала, ещё игрушечки не разр... только-только появились, да, на фабриках, а те Деда Морозы ватные, которые все имеют, они 1937-го года производства, три штуки, три варианта были разработаны, да, вот они, и так они и имеются. Ну и игрушки, да, редчайшие семейства, которые хранят дореволюционные игрушки, это семейства, понятно, принадлежащие к определённому, почти не сохранившемуся сословию, то есть горожан, ну не знаю, дворянского происхождения, купеческого и так далее, но они же пережили тот момент, когда с ёлкой боролись, когда она была запрещена и когда это всё уничтожалось, то есть следовательно, их удерживание, наши прекрасные коллеги Милена Всеволодовна и Татьяна Всеволодовна Рождественская, страшно, им за 80, они близнецы, они страшно гордятся эклером, не настоящим, ну в смысле эклером, игрушкой, которая единственная, сохранившаяся вот в семействе, и дожившаяся до сегодняшнего дня, и это другие лояльности, ну то есть те, которые удерживают свой эклер, родители удерживали, и они продержали всё в то время, когда это было запрещено, те, которые инициированы в новогоднюю ёлку и пошли в Кремль и в прочие места вот это всё, ёлочка гори, делать, они нечто другое производят, может быть мы до этого потом посмотрим, у меня была работа, посвящённая сценариям, которые писались для новогодних праздников, просидев в разных библиотеках, я достала эти сценарии 50-х, 60-х, 70-х годов, это очень интересно, что там происходит, может быть мы об этом поговорим. Итак, то есть глубина этой истории чуть менее 100 лет, 35-й, то есть мы упираемся в советское. Праздничные застолья по случаю 1 мая, день рождения и так далее, которые, несомненно, тоже относятся к календарным событиям, которые воспроизводят группу какую-то. Это может быть застолье сослуживцев, которые всегда отмечают чего-нибудь там, день, чего, какого-нибудь лесотехнической промышленности, например, то есть это может быть такая группа. И на самом деле, по тому, в какое количество этих повторяющихся, ежегодных я вовлечён, я могу посчитать профиль своих идентичностей или с интересом обнаружить, что мне гораздо важнее справлять день рождения не с семьёй, а с сослуживцами и выяснить, какая у меня там конфигурация в этом отношении. Семейный поход на могилу в годовщину смерти это из деревенских фотографий. То же самое, семейный поход на кладбище из домашнего альбома Архангельской области. Мне ужасно нравится эта фотография, поэтому я везде всем её показываю. Степень интимности мира и покоя и то, как они на этой могиле залегли, означает, что у них всё хорошо вообще. То есть у мёртвых с живыми всё хорошо, у живых с мёртвыми всё отлично. Всё классно. Ещё немножко такая же из недавних фотографий. Обильное пиршество на могиле. Тоже такая прекрасная картина, из каких-то вещей, которые всё время имеют место, но невидимы. То есть события Троицкой субботы с поминками и курицами, и всё теми же салатами оливье, и с тем, что происходит на кладбищах, то, что меняются маршруты автобусов, то, что меняется расписание, оно невидимое. Где вы видели в телевизоре репортаж о том, что у нас на кладбище сегодня происходит. Оно как бы в официальном дискурсе неразличимо, хотя степень охвата, она поголовная, конечно, почти. 1 сентября. Тоже начало 70-х годов. И тоже сейчас, поскольку я специально про это не думала, начало, конечно, советское. Ну, то есть гимназии никакие не имели вот этого всего, да, и это вся конструкция советская. И у моей коллеги Елена Веселовой есть по этому поводу работы, она с этим разбиралась. Но мы, может, глядишь, тоже туда посмотрим, потому что там, конечно, тоже нечто происходит. 9 мая митинг. Переходные ритуалы, которые... Вот у нас имеется какая-то структура значимых статусов, да, вот сетка. Но мы живые, слава богу, да. И, будучи живыми, мы перемещаемся, да, от точки к точке. Соответственно, одна история, когда мы воспроизводим имеющиеся и подтверждаем себя в сети неких отношений, занимающих определенное место. Это календарные ритуалы. Другая история, когда у нас есть эта невидимая, воображаемая форма, да, невидимая, воображаемая, невербализируемая, но ужасно жесткая, да, внутри которой мы находимся. Ну, мы там меняем место. Вот ты был пионер, был пионер, ужасно хотел быть пионером, потому что не хотел быть октябренком, а потом, наконец, перестал и радостно снял этот галстук. Да, как он стал сигмой, этот галстук, а был вожделенным. И вот ты теперь уже и не пионер, и тебе от этого сильно хорошо подрос. Или, например, вот как это вот вожатая стала. То есть теперь можно командовать, например. Вот этот переход... Давайте я через какой-нибудь пример опять-таки покажу, как работает принуждение в этом... Ритуалы понятны, да, а как человека заставить поменять поведение, признать статус. Я очень хорошо помню, как мой папа старательно отбрыкивался, то есть моя старшая сестра родила дочку, и с этого момента к папе стали обращаться дедушка. Все знают, что так происходит. То есть до этого он был папа, но как только появляется ребёнок, его зовут дедушка, а, соответственно, эту маму зовут бабушка. То есть дети зовут родителей так, как их должны звать внуки. И типа это для детей делается. Как бы детям, чтобы было понятно, кто кому тут кто. Но вы же знаете, что происходит с бабушками и дедушками, которые настаивают о том, чтобы их называли не так. Да? Вот так работает этот порядок. То есть он действует через гнёт, потому как сообщество настаивает на том, чтобы ты переместился. Потому что если ты дедушка, то тебе нужно очень много чего включить и очень много чего выключить. Ну, можно быть блудливым дедом, но это уже роль. Это уже трикстерская роль. Ну да, что может происходить. Понятно, да? То есть есть некие механизмы, тоже символические, очень простые, которые заставляют перемещаться каким-то образом в отношении этого невидимого здания иерархии и паритетов, в отношении этой конструкции. И, собственно говоря, да, таковы эти самые семейные ритуалы. Но я думаю, что свадьба нас, видимо, нам не удастся как-то мимо неё проскочить. Тем более, что это очень интересно, очень интересно её наблюдать вот в её, не побоюсь, это в слове диохрании, про диохранию потом скажу. Ну, то есть интересно смотреть от момента создания, разработка ритуала 59-60-й год, бесконечное, жёсткое воспроизводство везде в России. Советский Союз заканчивается, а свадьба-то продолжается. Ровно через те же самые практики удерживается платье матери или бабушки, которое не уничтожается и продолжает храниться в семьях. Вот то самое вот такое. Ну, в общем, тут там есть с чем поработать психологом. Встреча молодых в доме тёщи и тестя тоже из семейного альбома и с этими кроваями, понятно. Похороны довольно динамическая форма оказалась. Казалось бы, что это то, что в большей степени удерживается в каких-то вещах. Ну, например, вот эта фотография где-то 50-х годов, тоже из семейного альбома Архангельской области, Лешуконский район, и мы видим, очевидным образом мать, и детей, которые стоят близко к гробу. Практически на всех фотографиях, которые у нас есть, деревенских, будут дети, которые будут рядом с гробом, они либо касаются, либо их ставят рядом с гробом и фотографируют таким образом. И трик-трак, городские дети, которые вообще не видят похорон до 40 лет, вообще никогда не бывал на похоронах. Но во всяком случае, в детстве они оказываются полностью исключенными. Проследить, где происходит вот этот запрет, довольно сложно, потому что в деревне он не происходит, как в вели, так и ведут. А в городе происходит, в маленьких городах, это случается позже и прямо на наших глазах, в больших городах, ну, собственно, в Петербурге и в Москве похороны, обычные похороны ушли с улиц лет 40, как минимум. До этого еще появлялись крышки гробов, которые ставили у дверей подъездов, тем самым сообщая о том, что в доме покойник. Но привозили детей, особенно соседских, что очень практикуются в деревне, чтобы покойников не бояться, пойдем, значит, деда Ваня помер, давай ты его потрогаешь, будешь знать, что он мертвый, и все, и не будешь никого бояться, не будет он никуда тебе во снах приходить. Казалось бы, то, что является незыблемым совершенно, тем не менее, оказывается вещью достаточно подвижной, в частности, например, как мы понимаем, в дореволюционной России рождениями и смертями ведали конфессии. И в зависимости от того, в какой конфессии ты принадлежишь, соответственно, ты туда и записывался, и там регистрировалась смерть, и там регистрировалось рождение. В 1918 году церковь отделена от государства, вопрос, где регистрировать смерть, и кто ведает этим. И тогда кто начинает ведать смертью в нашей стране? Государство? Нет, государство это понятно. Но кто внутри государства? Нет. Врачи и полицейские? Нет, хозяйственные службы. Вот те, которые мусор вывозят. Вот эти вот. Как это называется? Жилищно-коммунальные службы. С 1918 года. Сначала вообще была полная неразбериха, и никто не знал, кого и как хоронить. А потом, например, в городе Петрограде, и еще даже еще не Ленинграде, прямо на Васильевском острове, где-то на линии 16-й, выходящей к речке, был быстро сооружен из бывшей бани, где людей жгут, крематорий временный, который там существовал какое-то время. В общем, это была прям проблема. С трудом нашли. Но вот как ведали эти самые жилищно-коммунальные службы вопросами похорон, так и сегодня самыми главными ритуальными специалистами оказываются те, которые могилу копают. Если посмотреть, что все ждут отмашки от них. А теперь бросаем, а теперь пошли кругом и так далее. Это тоже как это, новшество. Ну то есть сто лет как. Вопрос в том, а кто, собственно говоря, отвечает за то, что произойдет с телом. И если в сельской России, и не только у русских людей, но и не у русских людей, вопрос тела это вопрос коллективной ответственности, где будут вовлечены все, то в городе это не так. Мало того, я даже не посягну сказать, что я хочу с телом своего близкого поступить тем или иным способом. Мы точно понимаем, что мы здесь не вольны. И просто обращаю внимание на то, что этот вопрос, хотя он находится точно в зоне ценности, он такой плавающий. Немножко фотографий, которые я обычно показываю из пленок Юрия Алексеевича Галёва. он ездил на похороны своего свекра в Нижегородскую область, в Горьковскую область и застал там как раз-таки те похороны, которых мы сейчас мало видим, с причитаниями, с коллективными плачами и так далее. Акказиональные ритуалы или ритуалы бедствия. То есть, тогда, когда что-то происходит с человеком или группой, находящаяся за гранью нормы, негативная, предполагается, что лицо или группа обращается к трансцендентному и создаёт ценность, обосновывающую социальный порядок. То есть, изнутри того порядка, в котором ты жил, с теми ценностями, которые были согласованы, уже ничего нельзя сделать. И происходит какое-то такое движение индивидуальное или коллективное, которое создаёт новую ценность. С этим мы довольно много разбирались в 2020 году, когда кто-то из вас присутствовал на этом семинаре, а потом мы вместе писали книжку про это, пытаясь понять, а где они у нас есть. Мы не нашли современных коллективных ритуалов бедствия. Мы точно знаем, как они выглядели, и мы их описали, как они выглядели недавно. Нет, я, конечно, преувеличиваю. Собственно говоря, ритуал бедствия коллективный, касающийся малой группы, это, например, ритуалы в ситуации пожара, которые были описаны, но это именно малая группа, то есть конкретно те, которые вовлечены в эту историю. То есть сохраняются ритуалы, связанные с пожаром в деревнях, когда договариваются с огнём. Я помню, и мы пытались удержать этот пример, во время пандемии в Беларуси женщины сели и делали обеданную пелену. Обыденная пелена это полотнище, которое ткётся совместно и оно должно быть произведено за один день. То есть это некое очень коллективное сверхусилие, и это полотно, оно посвящается, его либо относят на обетный крест, либо куда-то, не знаю, как они с ним поступили, кстати говоря. Они не писали на них священный камень, который был выбран на 2-м лет за чертой города. Хорошо, это делали, в общем, надо бы на туда посмотреть, потому что дальше, а дальше там происходило то, что происходило, тут же, через несколько месяцев началось. Итак, крестный ход, например, это тоже оказиональная история в ситуации, например, засухи. Или вот это мы снимали в Вашкинском районе Вашкинском районе Вологодской области, это место называется Святая Райда, оно где-то в 10, чуть больше, чем 10 километров от населенного пункта, и туда приносят, обещаются, приносят ткань, и там висят иконы. Судя по рассказам, до революции таким образом обещались и ходили к церкви, церковь была разрушена, и возникло вот это место. Не там, где церковь, а просто тайное место, куда ходили на протяжении всего советского времени со своими бедами. Ну и еще немножко разнообразных обещаний. С одной стороны, это часовня Ксении Петербургской и люди около нее, с другой стороны, это часовня, которая стоит в Лешуконском районе, которая построена довольно далеко, и туда ходят свои и опять-таки по своим нуждам. Но вообще, что касается обыденных крестов, обыденных вот этих вещей, это традиция дореволюционная, которая так или иначе длится теми, кто вообще-то знает что-то про священное. Ну то есть, чаще всего это либо деревенская традиция, бабушки научили, да, и тогда ты это делаешь. И как мне кажется, вот история про то, что пойду-ка я к Ксении и похожу три раза вокруг и попрошу, немножко отличается от традиции пойду-ка я вышью крест, протолкусь двенадцать километров, да, обустрою вот это место, да, и там попрошу. Это что-то, это тут очень, как бы, имеет значение телесные усилия, да, и внутренние движения, которые, которые наши собеседники обычно проговаривали, то есть, говорили о том, что они берут на себя обед. Ситуация предполагает, что я беру на себя обед, а это означает, что я что-то делаю такое в своём поведении, что выводит меня из той конструкции, в которой я находился, куда-то, в какую-то зону, да, где, ну, в некую зону. Мы говорили о действиях, которые совершаются в ситуации бедствия, либо индивидуального, либо бедствия группы и так далее. Это крест, который мы снимали тоже в Архангельской области, деревня Екатерина, так называется, потому что там был храм Екатерины, который заброшен, а на берегу стоит крест, который выглядит вот таким вот образом, почти как человек. Туда ходят мужчины, продолжается тема мужчины, рыб, туда ходят мужчины обещаться по поводу рыбного промысла, рыбалки и так далее. То есть, там висят сети. И вот то, что я точно хотела сказать сегодня, и мне кажется, что это очень важно, и это надо как-то удерживать, это следующее положение. Ритуальные символы не связаны жестко со своим содержанием. Они позволяют артикулировать разные содержания. То есть, если мы видим родину-мать, то это не означает, что это то-то, то-то и то-то. Если мы видим кольцо, обручальное на пальце, то это не означает то-то, то-то и то-то. Мы не знаем, что это означает. символы. символы это означающие, за которыми скрываются какие-то содержания. Выяснить, какие это содержания, наша задача, но эти содержания не одинаковы у того, кто использует символ и у того, кто читает символ. они могут не совпадать. Эти люди могут принадлежать одной группе и более-менее они будут в одной лодочке сидеть и, в общем, более-менее поймут. Вчера наш юный коллега рассказывал прекрасный пример символов, которые известны были только двум людям. они перемещались на лодках, одну группу уже увезли, а вторая группа должна была за ними следовать. Так вот, на кусту висел кусок полиэтилена, который означал, что они уже прошли. То есть, они заходили, выходили. Это договор двух людей, иных способов у них нет, связи сотовой там нет, вообще никакой нет связи, но есть знаки, которые они размещают, и мы, в общем, могли бы догадаться, что они так ловко привязали значок со сложным содержанием. Он означал, что те, которые уклонились от маршрута, уже забрали еще людей и снова здесь прошли, и эти уже могут двигаться прямо, не заходя в другую реку. Вот это послание было полиэтиленовым мешком на кусту. Можно догадаться, что они давно пользуются такого рода системами, означивания, флажками и прочее, но просто мы видим только мусорные пакеты, мы не видим за этим посланием. Итак, культурная тема это некий постулат, который контролирует поведение или стимулирует деятельность, и который молчаливо одобряется или открыто поощряется в обществе. женщины хорошие хозяйки, они вкусно готовят. Такой постулат, он контролирует поведение несомненно, стимулирует деятельность, пошли, пельмени налепили и так далее. Одобряется и поощряется обществом или некой группой, которая говорит, нам нравятся хорошие румяные хозяюшки. Например, ритуал создает необходимые условия для выражения таких тем, сам ритуал создает условия для выражения тем, которые молчаливо одобряются, поощряются и мало выговариваются. Ритуал создает форму, а ритуальные символы передают темы. Ну, например, открытки, которые производятся или производились на 8 марта, один из типов этих открыток, мы их много анализировали, там будет изображен отец, который в передничке скачает ребеночка, несет в авоське еду, что он делает? Занимается женской работой. Что означает, что женская работа, вот она так выглядит. И наша ритуальная травестия предлагает нам посмотреть на то, каковы компетенции женщины. Это появляется в 60-х. очень интересно, как все там бьется. Со студентами собирали большие коллажи, например, как менялось 8 марта, как менялись изображения. Может быть, до того дойдем, вы просто повеселитесь, что там такое выговаривается, какие бессознательные вот так прямо отрисовываются на картинках. Короче говоря, или более ранняя открытка конца 50-х годов. Бабушка из-за двери наблюдает, как внук на кухне моет посуду. Ну и поощряет его в этом. Это 8 марта тоже. Что это такое? Ритуальные символы передают некие темы. Тема распределения работы, разделения работы на мужскую и женскую я опять-таки почему бы не разделить? Не вопрос. Важно, что транслируется. Транслируется таким вот образом через символ некая тема. Тема в данном случае, я пересказываю положение Тернера, в данном случае тема, что характерно, она связана с одобряются, поощряются и так далее. То есть эти темы связаны с зоной должного, с зоной ценности, с зоной должного. Итак, у символов есть означаемые, то есть у символов есть что-то, что они передают, а темы могут быть означаемыми, то есть, например, тема распределения работы на мужскую и женскую может быть артикулирована через символику открытки. Но вот так они не связаны. Мы можем использовать какой-то символ для того, чтобы артикулировать новую тему. Хотя это очень сложно сделать, но можно потрудиться. Или наоборот, мы воспроизводим по обычаю что-то, а на самом деле мы воспроизводим ценности, считая, что мы так тут вообще, рядом нас тут не стояло, вообще мы ничего не делаем. Вот немножко примерчиков, как это бьется. С одной стороны фотография красного угла, с другой стороны фотография прекрасной бабушки, которая оформила красный угол в соответствии с пантеоном писателей. Пушкин наше всё, он наше всё, он там и находится, где находится наше всё, а рядом с ним находятся часы, календарь и телефон. Дальше там появится телевизор, то есть все эти средства коммуникации плюс метафизический субъект размещены в одном месте, чтобы не перепутать. Очень люблю вот эту прекрасную фотографию, это он рассказывает о том, чем благословляли молодых, То есть здесь другая история, здесь есть наоборот ритуальная форма, но мы поменяли тему, вытащили и поместили. Соответственно, когда нужно было, он одну вытаскивал, благословлял, когда нужно было, другую вытаскивал, благословлял, но в общем оформлено как положено. Мы уже говорили о крестных ходах, это фотографии были сделаны в Белозерске в начале 20-х годов, чудесные, и это крестные ходы в связи с Казанской Божьей Матерью, в том числе моления о дожде и так далее. А это другая форма. Я эту фотографию делала в музее игрушек в Сергиевом Посаде. Это игрушка-каталка, они такие из папье-маше эти фигурки, и это собственно говоря демонстрация. И там ходят, и тут ходят, но про разное ходят. Это в том же Белозерске в те же 20-е годы демонстрация шествия по случаю поддержки Осо-Виахима. И поэтому они в противогазах идут. Построение школиков на Первомайскую демонстрацию шествия у памятника воинам-героям на деревенском кладбище 9 мая. Мне эта фотография полюбилась тем, что они там прям стоят около Старообрядческого креста, но они туда не смотрят, а смотрят на памятник, но на том же кладбище все это стоит. Это центр деревни Погорелец. Фотографию мы делали в 2007 году. Как и во многих деревнях, в центре располагается мемориальная часть, где стоит обелиск, на котором написано памятник павшим за советскую за советскую родину. Обратите внимание, не только в 1939-1940 и 1941-1945. То есть они отметили финскую войну, что мы не так часто увидим. Но прямо на этой же маленькой площадке сделано следующее. Рядом с этим обелиском положен камень, где написано невинным жертвам сталинских репрессий и дальше поименно перечислены односельчане. И последний крест, который стоит там же, они так вот стоят, ну вот там вот такая площадь. Жителям деревни Погорелис, погибшим в годы российской кровавой смуты смерть во всех вас всех перемирила. Такого объекта мы не видели, я лично не видела нигде. И это личное, не личное, а коллективное инициатива жителей деревни, которые вот таким вот образом соорудили себе форму памяти, поместив туда просто всех, тех, которые не лежат на кладбище по той или иной причине. Наверное, про бессмертные полки на сегодняшний день это настолько все читается очевидно, что и говорить не приходится, это все понятно. Ну и еще один пример из из тех и старых я пыталась придумать, а где у нас находятся ритуалы бедствия. И вот у меня было предположение, что события типа дары волхвов, когда их привезли в 14-м году, и там было столпотворение страшное, является ли это календарным ритуалом или ритуалом бедствия, вот не знаю. Но это я думала тогда, а с тех пор, когда мы сильно и много поработали с концепцией, ну и с формой ритуалов бедствия, понятно, что это не ритуал бедствия. Ритуал бедствия предполагает какое-то такое коллективное усилие, в которое обязательно вовлечено тело, точно, причем созидается какое-то коллективное тело или артефакт, который созидается телами многих. В ситуации русской истории это были обетные храмы, вы знаете, что можно приехать в Псков или в Новгород, там их навалом, по случаю мора, по случаю поверья в таком-то году, это означает, что мы собрались, те, которые не хотят этого, и понимаем, собственно, почему мы по случаю мора строим храм, вот не потому, что мы мифологичны, и тут бы пришел позитивист, сказал, это потому, что мифологическое сознание, да, не поэтому очевидным образом, потому что в основании бедствия, во-первых, ты полагаешь свою ответственность в этом бедствии, и видишь свою ответственность в области должного или этоса, и это касается чего-то, что находится на границе социального в природном, вот там, именно поэтому эти все объекты там располагаются, и обязательства странным образом связаны с телесным ограничением, с долгим паломничеством куда-то, с непотреблением какой-то еды, с какими-то очень-очень базовыми вещами. с пакетик кем-то кем-то в в кем-то в в в в в Продолжение следует...